Для начала немного рекламы. Это Кровь, пот и пиксели. Одна из лучших книг про игровую индустрию, написанная Джейсоном Шрейером, журналистом Катако. В ней вы можете прочесть интереснейшие истории по разработке Diablo 3, Destiny, Star Wars 1313, Uncharted 4 и так далее. Много всего любопытного. И недавно Джейсон Шрейер на днях буквально дополнил эту книгу, правда в онлайне, на своем сайте Катако, с статьей по поводу разработки Андем. Именно этому и посвящается данный выпуск. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И да, на этот раз речь пойдет про очередное расследование Джейсона Шрейера, который пообщался с 19 бывшими и текущими сотрудниками компании BioWare, для того, чтобы выяснить, что пошло не так в процессе разработки игры Андем. Ну, в общем-то, результат предсказуемый, поскольку оказалось, что пошло не так абсолютно все. Начать с того, что огромное количество людей, которые составляли костяк команды, огромное количество людей, которые принимали участие в разработке игр вот прямо с Baldur's Gate, покинули компанию. Кейси Хадсон, который знаменит, прославился благодаря трилогии Mass Effect, тоже ушел. Соответственно, игру делали люди, которые не понимали или доделывали за другими, или не могли что-то изобрести. Концепция менялась несколько раз в процессе. И поэтому, естественно, получили мы то, что в итоге названо одним из величайших провалов, в принципе, этого года. Да, ну, на самом деле, этот провал был достаточно длинным, потому что компания БОВ долго потратила много времени. В 2014 году они выпустили Dragon Age Inquisition, потом был Mass Effect Andromeda, ну и сейчас вот Андем. И вот все это время, как они говорят, 7 лет занимала разработка Андем. На самом деле, 7 лет это вот неуклонное падение в пропасть. Казалось бы, что могло пойти не так при разработке Андем? Ну, как оказалось, практически все. Если вы хотите узнать, что можно запороть в производстве такой игры, пожалуйста, эта статья просвещает вас по поводу того, как можно практически каждый этап производства продукта завалить. С чем это связано? Естественно, связано это с тем, что компания БОВ, потеряв огромное количество руководящего состава, ушли от сооснователей, ушли ребята, которые руководили разработкой Mass Effect. Патрик Содерлунг, опять же, вмешивался, этот знаменитый человек из Electronic Arts, который, опять же, завалил маркетинговую компанию Battlefield V. Помните вы, то, что геймеры недостаточно образованы и не понимают, что во время Второй мировой войны огромное количество женщин принимало участие на фронтах, опять же, неизвестных. Самое первое, что приходится иметь в виду, это, естественно, давление со стороны Electronic Arts, которое хотелось, чтобы компания БОВ сделала блокбастер. Компания, которая сделала достаточно спокойные ролевые игры до этого. Окей, сделать блокбастер не вопрос, тем более, на этот раз задача перед студией стояла сравнительно простая. Вместо того, чтобы создавать огромный детализированный мир с кучей диалогов, с кучей лора, опять же, то есть, продумывать новую вселенную, нужно было сделать всего-навсего лутер-шутер. Игру-сервис, да, вот то, как это сейчас называют, игру-сервис, мультиплеерную, в которую игроки будут погружаться и играть годами. Компания БОВ, кстати, по этому поводу, ну, достаточно профессиональная, потому что они выпустили ролевую игру онлайновую «Звездные войны Star Wars The World Republic», которую многие, опять же, люди хвалят, в первую очередь, за сюжетную составляющую. Очень интересно было проходить сюжетные линии там за разные фракции. Это отмечают люди, людям это нравилось. Естественно, никто не ожидал подвоха, когда уже Андем появился в продаже, и когда люди начали его проходить. Чем компания, бывшие сотрудники БОВ объясняют провалы? Прежде всего, естественно, Electronic Arts, как я уже говорил, им нужен был блокбастер, поэтому они хотели, чтобы всё было круто максимально. Но это ладно, блокбастер так блокбастер, побольше взрывов и всё будет круто, да? Ну, в общем-то, именно поэтому в Андем настолько ослепительные эффекты, да? Там что-нибудь происходит, и такой, боже мой, дайте мне посмотреть, что там в самой игре. А нет, нет, смотри на эти классные эффекты. Следующий момент — движок Frostbite, который они так и не смогли победить, несмотря на то, что они с ним уже с 2011 года, да? То есть Dragon Age Inquisition. Они его делали, они его дорабатывали совместно с DICE'ами, они учили его новым функциям, но опять же, когда они начинали разрабатывать Dragon Age Inquisition, ну, амбициозных идей было полно, вплоть до возможности летать на драконе. Ну, естественно, от многих пришлось идее отказаться. В игре, в движке, не было заложено функциональности показывать героя третьего лица, показывать инвентарь, драться мечом, применять магию. Все было... Управлять напарниками. Все было очень так сыро. Каждый элемент выполнялся с большой болью. Этот же продолжилось во время разработки Mass Effect Andromeda, естественно. И когда люди приступили работать над Андом, казалось бы, вы уже руки набили. Все, вы должны уже нормально понимать, что вы можете сделать, что вы делать не можете. Но, опять же, из-за того, что руководство не до конца понимало, что за игру оно делает, более того, руководство не понимало, что за игру оно делает. Оставшееся руководство, поскольку костяк команды, в принципе, ушел. То есть теряли одного ветерана, студия за другим. Раз, два, три, четыре, и никого не осталось. Не осталось ни толковых сценаристов, не осталось ни толковых руководителей. Сценаристы менялись несколько раз в процессе игры, и это, наконец-то, открывает глаза. Почему сюжетная линия настолько рваная, настолько непоследовательная, настолько непримиримая с тем, что, например, заложено в кодексе. Например, в кодексе Андом вы можете найти всестороннюю интересную историю мира, чуть ли не каждых прописанных локаций. Это, на самом деле, огромные тексты, их читать очень интересно. И в итоге сталкиваетесь с сюжетом главной линии и не понимаете, что происходит. Что за злодей? Что за герои? Против чего они борются? Откуда вот эта сценка взялась? Как эту сценку? И почему они пришли к этому моменту? Вот, да. То есть хаотичный, очень хаотичный процесс разработки, когда все не понимают, что и зачем они делают. Движок Фрестбайта им, опять же, пришлось много-много раз побеждать, во многом из-за того, что они не до конца могли понять, что за концепцию они разрабатывают. Изначально хотели сделать игру про Железного Человека. То есть это какой-то враждебный полуфэнтези, полуфантастический мир, в котором выживают люди, где существуют огромные жуткие твари, погодные эффекты чудовищные, да. То есть человек без экзокостюма, без экзоскелета просто не может выжить. Да, естественно, и пришли к выходу создать такой экзоскелет по типу Железного Человека, чтобы обеспечить игрокам свободу перемещения и при этом добавить крутости к рекламному плакатику. Тем не менее, оказалось, что когда ты делаешь игру про Железного Человека, это накладывает совсем другие ограничения к устройству мира, к визуальному воплощению мира, да. То есть когда твой герой может залететь куда угодно, у тебя должна быть совсем другая планировка, согласитесь. Да, отсюда у нас огромное количество отвесных стен, через которые не пролететь. Очень такая странная архитектура, в принципе. Но, опять же, мир Андем красив, но, тем не менее, вы должны понимать, что этот мир переделывался несколько раз. Они сначала думали, что у них такая механика полета, потом у них другая механика полета, потом они делали игру вообще без механики полета, но Electronic Arts эту идею зарядывала, сказала, нет, ребята, вы что, с ума сошли? Ну вот, поэтому они снова вернулись и каждый раз дизайнеры мира переделывали мир. Это огромное количество в пустую потраченных человеческих ресурсов. Естественно, это приводило к тому, что люди просто уходили. Когда тебе говорят, так, у нас вот эта идея, делай. У нас вот эта идея, переделывай. У нас вот эта идея, так, давай вернемся, ну попробуем что-нибудь другое. Голова просто пухнет. Естественно, возникали проблемы и с организацией сообщений между разными студиями, поскольку BioWare это Edmonton, одна костяк, костяк студии, вот этот головной офис, и есть еще в Остине, да, плюс есть Dice в Швеции, которые вот тоже с ними приходится взаимодействовать, приходилось взаимодействовать по поводу решения вопросов с движком, фрозбайтом. И все это накладывалось друг на друга. Студию при этом, да, то есть как я, в общем-то, и говорил, обвинять людей, которые работают в компании, обвинять людей, которые что-то там делали, не стоит, поскольку руководство это прежде всего. То есть люди сидят, вот, например, ты дизайнер, да, ну тебе приходят задания, ты талантливо справляешься со своим заданием, ты все сделал хорошо. Но куда эта работа пойдет, как она будет использована, что в итоге получится, и нужна ли она вообще, ты до конца не знаешь. Тем не менее, это не изменяет того, что сценаристы бездарно подошли к реализации. Это не изменяет того, что в итоге к игре, которая позиционируется как лутер-шутер, вообще непонятно, каким образом был пришиб вот этот вот дурацкий сюжет. Почему люди, которые писали этот сюжет, не обращали внимания на то, что проделали до них люди? Неужели вот сложно было прочесть вот эти вот заметки перед тем, как городить вот эту вот околесицу? При том, что трудоемкая работа была проделана. В игре огромное количество сценок, в игре есть впечатляющие CG-ролики, разные персонажи, опять же, дополнительные там сюжетные линии. Работа была трудоемкая, проделана, но на что она опиралась, я до сих пор понять не могу. Окей, сценаристы, тут однозначный завал именно с этими людьми, которые дописывали, переписывали сценарий вслед за ушедшими людьми. Люди, которые рисовали контент. Почему в игре настолько мало оружия? Почему именно модели оружия? Модели. Почему в игре ты сталкиваешься с тем, что у тебя вот ты с первого по тридцатый уровень, ты получаешь одни и те же практически визуально выглядящие пушки? Причем иногда ты не понимаешь, почему дробовик у тебя выглядит точно так же, как автомат. Почему в этой игре дживелины, вот эти вот экзоскелеты, выглядят, ну точнее, их внешний вид практически никак не меняется. С одной стороны, они показывают нам в стриме, что у них огромное количество уже заготовок есть, да, то есть там куча разных шлемов, куча разных ног, рук. Но при этом до релиза дожили только вот две модели. Каким это образом? Кто найдет на это вот ответ, я не знаю. Следующий момент. Почему в игре они так и не смогли реализовать нормальные разнообразные фракции? Этот момент тоже можно было, точнее, должны были прописывать задолго до финальной сборки. Задолго до. Ну, в итоге получилось вот достаточно странное, когда у тебя просто огромное количество однотипных противников, которые стоят, не двигаются, не преследуют тебя практически абсолютно инертные мешки с мясом, которым ты сливаешь заряд просто, и, в общем-то, после этого они умирают. То есть неинтересный вот этот вот элемент, который был очевиден, опять же, если бы разработчики играли в свой продукт. Ну, тут, конечно, стоит вспомнить и про бесконечное количество загрузок, которые нужно было как-то с ними справиться, но нет, они как будто специально. Загрузка сюда, загрузка туда, загрузка в Тарсис, блуждание по Тарсису, разговоры бесполезные с людьми. Зачем эти бесполезные разговоры? К сожалению, статья Джейсона Шрейра, она показывает, что было плохо глобально, да? То есть не было руководства, не было решительных людей, которые бы сказали, в конце концов, в какую сторону двигаться, какие решения принимать. Не было человека, который взялся бы и сказал, которого можно было бы, в принципе, обвинить в том, что вот это он во всем виноват, поскольку не было такой цельной команды, которая управляла всем процессом. Все было очень хаотично. К сожалению, в статье не написано, почему принимались те или иные решения, почему вот основные недостатки дожили до финала, почему эти моменты в принципе оказались в игре. В этой ситуации, конечно, меньше всего стоит защищать боевые, но тем не менее, тем не менее. Джейсон Шрейер в статье по Andem описал традиционный, в принципе, привычный способ разработки современных блокбастеров, AAA-блокбастеров современных игр. Если вы возьмете книгу, если вы возьмете книгу, прочтите статью по поводу создания Uncharted 4, который тоже создавался, практически вот не было законченной концепции, не было возможности, игра писалась на ходу. Игра писалась на ходу, когда Эми Хэннинг попросили уйти из-за ее, как по слухам говорят, очень неорганизованного процесса разработки. И когда Нил Дракман приступил, он зарезал практически все. А до релиза остывалось вот два года. Он зарезал практически все идеи, которые были. Они пошли разрабатывать игру в совершенно нетрадиционном ключе. То есть, они начали разрабатывать игру по мере написания сюжета. То есть, они вот повествование, и к этому повествованию тут же пришивали геймплейные элементы, чего до этого не было. То есть, игра обычно разрабатывалась как такой цельный механизм, а тут вот, по кусочкам, по кусочкам и до самого конца довели. И в итоге получилась прекрасная вещь. То есть, если бы у BioWare был человек, типа Нила Дракмана, который готов был взять команду разработчиков, да, вот так вот стиснуть руки на горле у какого-нибудь особо ретивого писателя, да, и сказать, блин, товарищ, переделывай, вполне возможно, получилась бы совсем другая вещь. Естественно, самое интересное, что ждет в будущем компанию BioWare. Андам это оглушительный провал. Это провал, от которого компания очень сложно будет избавиться. Это провал, который может стать, в принципе, над громным камнем. Как мне кажется, этого не произойдет, во многом из-за того, что фактически студия BioWare за годы своего существования превратилась в этакий, согласно статье, в этакую лабораторию экспериментальную по адаптации движка Frostbite к нетрадиционным условиям. Технически, после того, как BioWare выпустила одну, вторую, третью игру в разных жанрах, с разным стилем, да, одну ролевую игру от третьего лица на мячах, другую ролевую игру, ну, с навред сравнительно ролевую игру Mass Effect Andromeda, третий лутер-шутер в открытом мире, каждый раз они решали какие-то проблемы. Естественно, специалисты технического подобного уровня компании Electronic Arts очень нужны. Собственно, в истории создания Androm говорится о том, что отдельных программистов, отдельных людей, которые лучше всего поднаторели над движком Frostbite, забрали в коллектив для разработки FIFA, ну, потому что FIFA это все-таки приоритетный продукт, не то что новая API с неизвестным будущим, с плохо предсказуемым будущим. То есть BioWare из компании, которая когда-то делала хиты, превратилась именно что в лабораторию, тестовую лабораторию, для того, чтобы проверять и реализовывать очень дерзкие, дерзкие задумки. Понятно, что на других движках эти задумки бы использовались и может и реализовывались намного проще. Тем не менее, вот компания Electronic Arts решила, что кроме Frostbite и другие движки не нужны, правда забыв при этом посовещаться с разработчиками из разных студий, которые внезапно столкнулись с тем, что им приходится движок шутера с минимумом инструментария адаптировать под совершенно разные задачи. В качестве заключения, дорогие друзья, что является главной мыслью статьи, к чему нас подводит Джейсон Шрейр? Компании в боевые больше нет. Ха, ха, ха. Об этом мы знали, как только Andem запустилась. Рассказала ли это нам статья о какие-нибудь революционные вещи? Я думаю, нет. Поскольку каждый человек, который запускал Andem, понимал, что это игра, которая создавалась чуть ли не в попыхах в последние моменты из заготовок, где все решения, которые практически все решения были противоречивы, в которых все решения, которые в итоге приняли разработчики, нужно было пересматривать. Это игра, которая создавала впечатление, что в нее даже толком не играли. Очевидные недостатки, вот они сразу, ты с ними сразу сталкиваешься, как только запускаешь, тем не менее, их не хотели или не могли решать. Не могли решать, потому что, видимо, не посчитали, что это какие-то проблемы. А раз не посчитали, что это проблемы, значит разработчики ни хрена уже не понимают в игровом дизайне. Раз они не понимают, ну что это за игровая тогда компания, естественно. Самое прискорбное, на мой взгляд, что разработчики так и не поняли свою проблему, разработчики не хотят слушать аудиторию, разработчики не хотят слушать своих фанатов, поскольку, как я уже отмечал в обзоре, в этой игре есть хорошие идеи. Эндгейм хороший. Есть люди, огромное количество людей, которые продолжают играть в андом. Но если вы посмотрите на последние новости, то компания делает все возможное для того, чтобы раздражать людей, чтобы бесить их. Она не слушает их. Она не хочет сделать их игровой процесс увлекательнее или комфортнее. Она продает косметические вещи за баснословные деньги. В целом, остается ждать мая, когда состоится в андом тот самый катаклизм, посмотреть на него. Возможно, посмеяться, поскольку мы не знаем, что собой представляет это событие, вот этот вот ивент, которому она всех подводит, должна состояться какая-то на самом деле фееричное, какое-то фееричное мероприятие. Если его не будет, если оно окажется банальным, ну, естественно, все, анды можно будет закапывать. А вместе с ним и надежды на то, что компания Байовэ когда-нибудь сможет получить бюджет на то, чтобы создать столь же амбициозный ААА-проект. Я не говорю, что проект в том же самом жанре, я говорю, что именно проект ролевого жанра, который мы хотели бы видеть от этой уважаемой некогда компании. Но все-таки, да, незаменимые люди, как оказывается, есть, чтобы там компания Electronic Arts об этом не думала. На этом, дорогие друзья, все. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать его лайком. Огромное спасибо за внимание. И если вы по какой-то нелепой причине еще не с нами, ну, подписывайтесь. делает нехитрое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok